Раз в четыре года весь мир собирается у экранов телевизоров, чтобы следить за ходом зимних Олимпийских игр. Даже далекие от спорта люди аплодируют лыжникам, конькобежцам, хоккеистам и бобслиистам, чувствуя себя так, словно сами присутствуют на трибунах стадиона. Школьникам рассказали о каждом виде спорта, который представлен на зимней Олимпиаде. И лыжи, и ледянки, и тюбы, санки – все это наше детство. А вот сегодня ребята узнают и вспомнят какие-то новые виды Олимпийских зимних игр. Открытый урок длился полтора часа. За это время дети узнали как об особенностях зимних спортивных дисциплин, так и о людях, которые представляли на Олимпиаде нашу страну. Дети отметили, что урок в историко-культурном центре получился познавательным и полезным. Тут много, можно узнать, много всего нового. Тут хорошо объясняем, все понятно, картинки показывают. Ученики отметили, что после лекции возникло желание попробовать себя в разных видах спорта, хотя и сейчас дети ведут активный образ жизни. Я хожу на фигурное катание по выходным, и родители мне наняли тренера и говорят, что я очень гибкая. Ученики посетили мероприятие под руководством Светланы Поповой. Учитель отмечает, такие занятия мотивируют детей на занятия спортом, а также способствуют расширению кругозора. Здесь тема преподносится очень нестандартно, с большим количеством видеороликов, наглядности, поэтому, конечно, это вспоминается. На мероприятии ребята зарядились настроением и желанием проводить свою зиму активно и увлекательно, с пользой для здоровья.